Доброго всем времени суток! Раньше в деревне у моих родителей жили просто утки и индоутки, а вот с зикими утками я впервые немного пообщалась в этом году, увидев большое их количество в Центральном парке Воронежа. Какое же это было, неописуемое зрелище! Столько здесь уток! Это было вот в этом месяце, 21 января этого года. Воронежские утки кряковые, которым природой положено улетать, осенью в теплые края, с наступлением холодов не улетает, а уже несколько лет зиму здесь, в парке. Они стали достопримечательностью этого парка. Вот какое скопление их! В прошлом году биологи насчитали здесь около 200 особей. Трудно посчитать, конечно. Они же быстро двигаются, да я и не преследовала эту цель. Если бы сидели, конечно, они на бережку, было бы легче посчитать. Союз охраны птиц России ежегодно проводит почет зимующих водоплавающих птиц. Это утки кряквы. Кряква – самая распространенная водоплавающая птица, живущая на всех континентах, кроме Антарктиды. У самок оперения здесь неброское, потому что во время высиживания птенцов она должна быть никем не замеченной, а не коричневого цвета. А вот самцы с елезня, с блестящей зеленой головой и горлышком, с серыми крыльями, с животом уж очень они хотят понравиться уточкам. Вот их природа и наградила очень красивым цветным оперением. Уже зимой кряквы начинают подбирать себе пары. Вот они здесь плавают, некоторые по отдельности, а некоторые уже парами. И на бережках, на бережку сидят парами. И с разбега вот, вот один, одна утка, а дальше пара была уже. И они потом в дальнейшем вместе бросятся в воду купаться. Селезни здесь, как видим, больше, чем уточек. Да и вообще в природе самцов всегда рождается почему-то больше, чем самок. На хвосте кряквы есть такой особенный завиток, черное перо, отличное других по форме и цвету. Оно не только для красоты, но и для паневров в воде и в воздухе. Клюва у них очень чувствительные из-за множества сенсорных рецепторов, подобных тем, что находятся на наших ладонях и кончиках пальцев. На крыле у них есть сине-фиолетовое, такое как зеркало, перо для узнавания своих во время перелетов. Оно увеличится с возрастом. Большой такой участок здесь открытой воды. И сам факт их зимовки в наших условиях свидетельствует о том, что они чувствуют себя здесь очень комфортно. Конечно, если бы люди не подкармливали, то вряд ли бы зимовало столько уток, а нехватка пропитания им явно не грозит. Здесь постоянно много людей, особенно в выходные. Если есть много еды, то уток инстинкт миграции притупляется. Утки теперь не хотят далеко куда-то перелетать в теплые края. Морозы уткам не страшны, если они будут сыты. Их согревают пух и перья. А лапки никогда у них не мерзнут. Вот эта пара сидит. Влюбленная, уже сформированная. Теперь они весну ждут, когда будут нести уточка яички и насиживать их, а потом выведутся птицы. Вот они сидели и потом нырнут. Лапки у них не мерзнут, потому что нет там кровеносных сосудов и нервов. И поэтому ходят они спокойно по льду и по снегу и совсем не чувствуют холода. Вот налюбовалась я ими в досталь. Вообще ходят утки в развалочку, потому что у них так коротко, широко расставленные лапы с перепонками, смещённые чуть-чуть назад относительно тело. Вот и шагает она, переступаясь, лапы на лапу, неуклюже так переваливаясь всем телом. А вот в воде такое строение тела очень даже помогает. Мощными лапами, вёслами рулит куда и надо. Взлетать утки могут прямо сразу, как вертолёт, без разгона. А название утки кряква, потому что они крякают, но оказывается, крякают только самки, а самцы издают звуки, похожие на шипение. Селезни весят больше уточек. Боль зрения уточек почти 340 градусов. Если какая-то угроза, вот когда они спят группами, они меньше, чем за секунду узнают. И спят они с открытым одним глазом. Вот что интересно. Из воды утки всегда выходят сухими, так как у них плотное строение перьев. И они смазывают специальным жиром, отталкивающим воду. Выделяется этот жир копчиковой железой, расположенной возле хвоста. В сентябре здесь намного меньше было уток. Эти утки вот стоят возле людей и ждут еду. Им бросают, они на перегонки бегают за ней, чуть ли не отнимают друг от друга. Да, если им не хватит здесь корма, они могут перелететь в другой водоем, открытый. но пока хватает. Только рекомендуют давать не черный хлеб. У них брожение начинается у уток от хлеба, только белые маленькими кусочками. А еще не любят утки. Ну и вредно для них. Соленое, сладкое. Можно для них давать зерно, значит, им давать, что там еще, капусту, морковку, резаную на кусочки. Очень любят они желуди. Вот, переваливаются, идут. Здесь люди стоят с детьми и подкармливают их. Если мы хотим, чтобы летом утки съедали комариных личинок, зимой их надо обязательно подкармливать. Вот какое для них здесь кормное место. Естественно, птицы привыкают к людям. Спасибо тем людям, которые кормят этих водоплавающих. Вот так приспособились эти красавцы, к городским условиям. Вот здесь ребенок с собакой подошли. Ну, конечно, с мамой, с папой ребенок был и смотрит на уточек. Уточки пока не реагируют. А потом, вот что будет, сейчас мы понаблюдаем. Ребенку очень захотелось подойти поближе. Утки этого не потерпели и улетели. Там осталась еще одна уточка справа. Если вам было интересно это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин